Анна Шпет, девочка и слива. Жил в Германии в позапрошлом веке садовник и селекционер Людык Шпет. Занимался он выведением новых сортов сирени. Говорят, неплохие получались. Да нас, правда, не дошли. И была у него дочка. Звали Анна. В науке не сильна была. Больше любила сладкие сливы. И ругал ее папа постоянно, потому что дочка слива-то покушает, а косточки на папину школку с сеянцами сирени поплюет. Они потом там сходят, а папе пропалывать. Не выдержал он и заставил однажды дочку полоть. Мол, все выдрать им на помойку. Анна была девушка чувственная и романтичная, и все выпалтые сеянцы за дом пересадила, подальше от папиных глаз. Тот, конечно, увидел и потом долго ее отчитывал. Как, мол, можно случайные сеянцы, неизвестно чем опыленные, оставлять живых. Шансов, что получится что-то стоящее, один на миллион. Прошли годы, и один из сеянцев заплодоносил фантастически вкусными сливами. Никто в Германии таких не пробовал. Папа, конечно, спохватился, подрушу дочку похвалил и назвал сорт в ее честь. Анна Шпет. Было это в 1875 году. А через несколько лет шпетовская слива вошла во все европейские помологии, как один из самых лучших сортов сливы домашней. А в СССР она была районирована в 1947 году. Ну, это, правда, не по всему СССР, а по северокавказскому и нижневолскому регионам. И до сих пор Анна Шпет остается одним из самых популярных сортов слив в России, особенно среди любителей. Вывод простой. Привлекайте детей и внуков к работе на даче. И плодов поедите в волю, и прославите, возможно, их имена в веках.